Всем привет-привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Желаю всем отличного настроения, хорошей недели. И мы с вами сегодня смотрим расклад в потоке. Как-то я так посмотрела в своем графике и оказалось, что уже почти больше месяца мы не делали этот расклад. Решила его сделать, записать. Ну что, давайте приступим. Без промедлений, позиции номер один. Голубенькие камешек, единички. Ваш поток. Читаем ваш поток. Аркан мира. Прекрасно, замечательно. В последнее время у меня единички взлетели. Взлетели. Здесь речь идет о какой-то фазе. Здесь так интересно, мне показалось, что здесь нарисовано. Знаете, иногда так, знаешь, как изображение каждого аркана, оно всегда случается так, что обращаешь внимание на какую-то деталь. Я помню, раньше рисовали, значит, ну, дружбу изображали в виде земного шара, да, и вокруг него так дети держали за руки. Вот здесь вот примерно нечто аналогичное, мне так кажется, да, что речь идет о, хочется сказать, о мире во всем мире, да. Здесь поток идет о каких-то переменах, что завершается в вашей жизни, да, то есть какой-то этап, и что начинается. Завершается, скорее всего, какой-то этап действий, активности, и начинается период замедления, промедления, период, когда надо будет что-то выбирать. Что нужно будет выбирать, здесь нужно будет выбирать какую-то ситуацию, исцелить. Знаете, наступит период, когда не будет какого-то такого активного яркого движения в вашей жизни, да, то есть здесь поток говорит об этом. Но наступит момент, когда вам нужно будет сделать достаточно болезненный выбор, и этот болезненный выбор, он нужен вам лишь для того, чтобы себя исцелить. Здесь, что это за болезненный выбор какой-то, да. Здесь это будет связано с какой-то ситуацией, в которую вы долгое время вкладывались. Вот это может быть работа, это может быть личная жизнь, может быть здоровье, это может быть что угодно. Но это какая-то ситуация, в которой она не новая, в которой вы долгое время к ней прикладывали какие-то силы. Да, здесь восьмерка эпидакли говорит о том, что очень много работы было проделано, но вы как будто бы не получили того результата, который ожидали от этой работы. И здесь наступает аркан смерти, это должно измениться. Даже, знаете, как-то сложно, потому что я так понимаю, что сейчас говорю достаточно абстрактно, но более конкретики мне не дают. Здесь вот какая-то, знаете, здесь чувство ситуации, вы ее долгое время избегали. Вы не хотели принимать решение, вы понимали, что ну как-то не идет. Вот это сфера, это ситуация, это может быть отношения, это может быть что угодно. То есть в нем, в них, в этом нету какого-то развития. Вы это видели, но вот как будто бы здесь были еще надежды о том, что вдруг что-то изменится. То есть вдруг, ну я столько сил приложила, да, либо прикладываю. Но здесь такое, знаете, чувство, это должно завершиться. И с этим связан как раз-таки вот этот вот болезненный выбор, да. То есть вы как будто бы не хотите этого сделать, но вот вы должны как будто бы сделать выбор в сторону того, чтобы отказаться от этого. Отказаться, оставить позади, и тем самым вы излечите. Здесь такое чувство, что знаете, есть некая такая открытая рана, которая все никак не может зажить, только потому, что внутри нее есть этот меч. И вам говорят, вытащим меч из этой раны, и тогда она сама по себе затянется. А вы как будто бы не хотите. То есть здесь вот как будто бы такая надежда, что этот меч, он вам напоминает о чем-то. А вы как будто бы не хотите. Это, например, там, я не знаю, вы понимаете, что ваши взаимоотношения с каким-то человеком, они не развиваются. И, ну, не развиваются не потому, что, ну, есть какие-то особые причины, а возможно потому, что, ну, человек не хочет развить этих отношений. И эти отношения, они как будто бы держатся только на вас. Вот не будь ваших действий, да, вы увидите, что и человеку-то вы, в принципе, не нужны, да, что это как будто бы вам больше нужно. Вот здесь вот такое ощущение, что здесь речь идет о том, что вам говорят, отрежь, отпусти, отпусти. Ну, то есть ты уже сделал настолько много, что здесь уже и делать больше нечего, да, то есть оно как будто бы держится, вообще вся эта ситуация только на вас. Вот, и забирает, и вот у вас очень много сил, вы можете эти силы перенаправить на что-то другое. Но вот здесь вот это ваше уже какое-то желание, что я не хочу. Почему вы не хотите не потому, что, допустим, у вас там есть чувство к этому человеку, а не хотите, потому что очень много было совместно прожито, там, не знаю, много лет вы состоите в отношениях. Либо много вкладывались в этого человека, да, либо это какой-то проект, где вы прикладывали много усилий. А теперь вы понимаете, что, ну, это, знаете, как напоминает мобильный телефон, когда вышли уже новые модели, вроде бы и ваш телефон уже стал старый, вы понимаете, что уже на нем, не знаю, ну, невозможно записывать видео, они там короткие, там памяти нету. Либо вы не можете скачивать какие-то приложения, потому что нет места загрузить, либо ваш телефон не может эти приложения скачивать, то есть есть некая несовместимость. И вы понимаете, что нужно, нужен новый гаджет, да, потому что все развивается. Но жалко вам оставить, потому что он же вроде еще работает, да, он же пока еще рабочий, да, пускай он не выполняет многих функций, но он рабочий. Вот здесь вот такая энергия примерно. Речь идет здесь о том, что выпало два аркана мира. Аркан мира и аркан вселенной, его альтернатива, и аркан смерти, да, то есть три аркана, говорящие о том, что надо закрывать, надо закрывать эту ситуацию, надо ее разрывать. И этот выбор, он будет для вас болезненный. Что еще хотят сказать? Да, это касается отношений. Твойка кубка выпала, да, будет сложно по десятке жестов. А будет желание, может быть, еще что-то возразить. Причем здесь как будто бы, если вы женщина, и речь идет о партнере, о мужчине такое чувство, что как будто бы мужчина начнет как-то активно, ярко проявляться в вашу сторону, как-то вас искушать, да, по дьяволу. Предлагаю вам какой-то выбор. Интересная такая ситуация. Как будто бы он будет желать вас вернуть. Интересно, разворачивается ситуация. То есть такое чувство, что когда вы примете решение, что все, я уже ухожу и мне надо, хочется сказать, оставить это позади, ситуация развернется очень интересно. Пробудется этот дьявол у этого человека, да, у этого партнера. Потому что опять-таки, да, не будем привязываться к любовной сфере. В принципе, что мне не свойственно. А здесь как будто бы человек, да, это может быть ваш друг, может быть партнер, проснется у него какое-то там, я не знаю, вот по дьяволу какое-то достаточно одержимое желание, что нет, я не хочу терять этого человека, да, я не хочу вообще совершать какой-то выбор. Как будто бы я не хочу отпускать человека, и он задумается о том, что может быть пришло время сконцентрировать всю свою энергию на построение более стабильных отношений, да, тройка пендаклей, королева пендаклей, двойка пендаклей, десятка пендаклей, которые приведут к более какому-то, знаете, к примирению, балансу для того, чтобы построить там, я не знаю, более серьезные отношения, если это все-таки касается темы отношений. Если это не тема отношений, то здесь поток, хотя в принципе почему-то он туда ведет, ну ладно, идет речь о том, что вам нужно будет принять какое-то решение, вот в тот момент, когда вы принимаете решение, отпустить эту ситуацию, отказаться от нее, поставить точку, начинает происходить интересные моменты в плане того, что вам даются возможности, то есть то, над чем вы работали, то, что вы хотели, вам это начинает даваться. возможно здесь речь идет, в общем, в общей сложности о том, что то, за что вы цепляетесь, то, что вы очень хотите, как подсказка, возможно вам нужно отпустить это для того, чтобы это вернулось в вашу жизнь, но не потому, что вы очень сильно хотите получить это, а потому что это как будто бы хочет дать вам вселенная, хочет дать вам мир, то есть знаете здесь как получается, что долгое время вы как волк, который гонится за зайцем, да, чтобы его поймать и все никак не может его поймать, в какой-то момент он понимает, что ну его зайц, я уже заколебался бегать за тобой, я пойду найду другую добычу, в тот момент, когда волк разворачивается и уходит, да, образно говоря, заяц, который привык, что все время за ним этот волк бегал-бегал, вдруг ему стало скучно и он сам пошел за этим волком, то есть ему стало самому любопытно, почему от меня отказался волк, да, то есть почему он перестал за мной бегать, то есть здесь как будто бы, знаете, как-то ситуация развернется по-другому и вам предложится то, что вы хотели то есть то, что вы, в принципе, на чем вы работали, что вы хотели, вы это и получите, только получите это в том случае, когда вы от этого откажетесь интересно, почему это так, что-то мне просто интересно стало потому что это как будто бы по справедливости так вы когда здесь в чем суть идет когда вы во что-то вкладываетесь вы становитесь, вот это дело, говорит, вы становитесь одержимыми, да вы хотите это получить и когда вы становитесь одержимыми, вы закрываетесь от новых возможностей а здесь как будто бы вы разворачиваетесь и говорите окей, есть и другие возможности то есть как бы так сказать вы как будто бы вселенной говорите у меня есть вселенная намерение получить то, что я хочу но вы обозначиваете именно, что вот в таких рамках, в таком формате я это хочу получить а вам вселенная, возможно, говорит, что вот в таком формате тебе не нужно но мы настолько твердолобые, что мы не хотим этого слышать и мы продолжаем делать то, что мы и делаем и пускай это будет ошибочно в какой-то момент здесь речь идет о том, что до вас доходит, что ну, нет уже никакого результата и вам нужно отказаться и в тот момент, когда вы отказываетесь от того, что вы хотели вот этой своей одержимости вы неожиданно видите новую возможность новый, новый, новый как будто бы способ получения то, что вы хотите и возможно, тогда вы поймете что оказывается можно было получить то, что я хотела, другим способом здесь вам говорится не о цели, не о способе достижения скорее всего не о самой цели а отказаться а от того способа, каким образом то есть, знаете, вот бывает так если это может касаться, кстати, еще и работы то есть вы как-то вот работали в одном направлении и вам казалось, что вот только вот этот способ сможет дать вам результат в какой-то момент вы понимаете, что я не получаю результата значит, я что-то делаю не так и вы решаетесь отказаться от этого и говорите, ну блин, ну не мое, значит все в тот момент, когда вы отказываетесь вам как будто бы показывает по аркану шутун новую возможность, то есть по-другому получить то, что вы хотите то есть каким-то другим способом то есть вам дают но из-за того, что вы были одержимы вы не видели других возможностей вот в чем причина и надо было вам показать другие возможности а вы их все равно бы не замечали поэтому вам сделали как-то так чтобы вы отказались сделали этот выбор то есть как будто бы осознанно здесь вы отказываетесь от цели в надежде на то, что ну все, я уже это не получу а на самом деле речь не в цели, а в способе то есть вы неправильно шли не той дорогой шли к тому, чему вы хотели и вы в конечном итоге говорите да я отказываюсь уже от того, что я хотела и дорога, и вообще мне ничего не нужно и вот тот момент, когда вы отказались вам дали ту цель, которую вы и хотели только дали ее немножко другим способом и урок здесь заключается в том, что иногда то, что вы хотите надо получать немножко ну то есть смотреть разные способы достижения не один, а разные способы достижения и проблема здесь была в пятерке мечей что вы были одержимы то есть я хочу получить то, что я хочу любой ценой ну давайте я скажу на примере отношений чтобы вам было понятно я хочу этого человека потому что мне кажется, что он не подходит я буду делать любые способы адекватные я не говорю манипуляции а любые адекватные способы то есть и так коммуницировать или это что-то сделать для человека и помочь и поддержать лишь бы он меня допустим выбрал а человек не выбирает почему? потому что вы как будто бы нарушаете вот именно этот баланс брать и отдавать и в какой-то момент вы понимаете что слишком много я дала да, слишком одержима была получить этого человека ну может быть я ему и не нужна и вы уходите и вот в тот момент, когда вы уходите вот эти вот силы равновесия говорят о том, что а теперь человек не получает ту энергию которую он получил от вас и возможно он задумается о том, что он потерял и он осознает то, чего он ранее не мог осознать и он решает сделать тот шаг который ранее он не смог решить почему? ну то есть зачем взять за вас допустим ответственность когда вы и так ему все даете на блюдечке а тут вас нету и человек у вас не хватает и он решает и принимает серьезный вот этот шаг взять за вас ответственность и вернуть вас то есть по сути вы получаете этого человека и вы получаете те самые отношения, которые вы хотите которых он вас уважает и вы его уважаете но способ тот, которым вы шли когда вот вы отдавали, отдавали, отдавали он был неверный и вам возможно не могли как-то по-другому это показать либо если это допустим профессиональная сфера чтобы вам тоже было понятно попробуйте у вас было желание там если вы взаимодействуете например с клиентом где искать этих клиентов я уже и тета делаю и акции делаю и скидки делаю и там не знаю черная пятница и все и все и все и ничего нет и нету клиентов в какой-то момент вы говорите а ладно я ничего не буду делать буду делать допустим там выпускать свою продукцию кто увидит тот увидит как-то знаете расслабились отпустили свою вот эту вот отпустили свою хватку может быть даже на переключились на что-то другое наполнились энергией и люди допустим вот если мы смотрим в разрезе расклада второго люди в какой-то момент начинает к вам разворачиваться то есть они понимают что как-то вот меньше энергии стало что что происходит вы нам нужны не уходите и они начинают больше активничать да то есть либо клиенты что-то такое происходит какая такая ситуация когда клиенты сами к вам начинают идти просто потому что здесь был нарушен баланс между отдавать и брать то есть знаете как это приучили человека либо приучили там не знаю собаку без труда получать то что она хочет а тут оказывается надо было еще что-то сделать да то есть не давать готовое допустим решение человеку отдать ему просто удочку и научить его самому ловить рыбу а не кормить его каждый день здесь какие-то такие аллегории и метафоры идут в этом раскладе что прошу прощение я до сих пор еще кашлю все никак не не восстанавливать вот здесь об этом идет речь вы уж на себя потом перекладывать ситуацию но хочется сказать благие новости заключается в том что вы получаете то что вы хотите как только вы откажетесь да может быть вам и не нужно отказываться от человека либо от этой работы но нужно отказаться от способа от способа того как вы это получали ранее так позиция номер два двоечки читаем ваш поток о чем сегодня пойдет речь лабиринт двойки ищут выход выход как выйти в аркан шута как выйти из туманного непонятной какой-то ситуации какой-то вот вы ответ для себя ищите ответ на какой вопрос связанные с королем кубков связанный как-то с эмоциональным вашим состоянием это может касаться как любовной сферы какой-то расклад сегодня поток любовный может быть весна поэтому либо долгое время нету вот этого знаете чувства любви состояния этого либо долгое время нету каких-то развития нету каких-то эмоций а переживания даже если не касается любовной сферы может быть здесь долгое время вот как будто бы знаете нету каких-то новых впечатлений новых каких-то переживаний и вы ищите ответ на вопрос как как получить то что я хочу то то что меня наполнило бы да долгое время не можете выйти из четверки кубков рыцарь жезлов мне подтверждает и говорит об этом как раз таки да что не можете найти ответ на вопрос как выйти из состояния когда ну как то ничего не радует да нету никаких целей нет никаких желаний ничего не хочу ничего не происходит как-то какое-то такое знаете затишье я не могу сказать что здесь вот апатия нет здесь здесь просто ничего не происходит такого интересного яркого в вашей жизни и вы задаете вопросом как сделать так чтобы вот не знаю чтобы немножко позитива чтобы немножко радости вошло в вашу жизнь об этом идет поток и что мне хотят здесь сказать здесь движение появляется да в связи с чем хочу уточнить здесь выпал аркан эгоизма который выражается альтернатива аркана башни в мифе про и кара который не послушал своего отца говорящий о том что знаете в жизни нужна золотая середина что когда ты берешь слишком много на себе почему это говорит аркан эгоизма это ты берешь слишком много на себя до вот это вот самоуверенность ты взлетаешь к солнцу чтобы погреться в его лучах и воск которым были склеены перья и сделаны крылья и кара да он начинает растапливаться и ты можешь потерять свои крылья то есть когда ты берешь слишком многое на себя с другой стороны отец его говорил о том что нельзя летать слишком низко над морем потому что капли воды капли капли от волн морского моря да могут также попасть на твои перья и намочить их также будет утрачены крылья да то есть они намокнут тоже не сможешь летать и вот нужно было лететь на определенной высоте на что то при детском вот этом вот максимализме здесь выпадает и аркан колесницы говорит о человеке таком достаточно самоуверенным который решает рискнуть да и взлетает к солнцу и тем самым теряет свои крылья и падает вниз то есть вот это вы знаете чрезмерная уверенность приводит приводит к таким достаточно плачевным ситуациям но здесь это как будто бы знаете не совсем про вас здесь речь идет о том что наоборот вам надо это не быть вот в этой золотой середине да здесь наоборот как будто бы говорится что нужно рискнуть вам нужно рискнуть вам нужно совершить прорыв как-то дальше двигаться дальше двигаться невзирая на те страхи которые присутствуют либо какие-то сомнения головные боли освещение ночью ночные какие-то кошмары тревоги переживания то есть вам здесь наоборот говорят о том что если вы хотите выйти из своего вот этого лабиринта того что ничего в вашей жизни не происходит надо взять как будто вы знаете ответственность на себя и рискнуть двинуться 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 вперед куда вам нужно двинуться двинуться к тому чтобы семерка кубков и девятка педакли говорит к себе вам нужно двинуться но через какие-то мечтания через какие-то фантазии здесь я не знаю здесь как будто бы предлагается сделать что-то что пока вам не известно надо пойти туда мне кажется я уже в каком-то раскладе уже про это говорила именно двойка или тройка тройка вам говорила пойти туда по аркану верховной жрицы где где вам пока пока это не известно как можно пойти туда куда вы пока еще не знаете но вы как будто бы об этом имеете некое представление то есть четкого направления нету но вот у вас есть какие-то фантазии какие-то воображения представления о том какой либо каким вы должны стать либо либо хотели стать и и вам нужно начать двигаться в этом направлении хоть вам четко не будет понятно как это сделать то есть у вас есть вот чтобы выйти из этого состояния у вас есть представление того что не то желание допустим что я хочу иметь а вот например не знаю я хочу каких-то новых впечатлений для чего они вам нужны для того чтобы вот как как-то не знаю считать себя живой что ли ощутить себя полезные шестерка педагли да оказывать людям какую-то помощь и вот у вас есть это представление о конечном результате о том состоянии как вы будете себя ощущать когда у вас уже это есть когда вы уже такой человек да который идет вот именно по зову своей души да когда вот вы хотите там кому-то что-то помочь либо у вас есть представление каким вы хотите стать нужно начать что-то делать в этом направлении причем здесь не говорится конкретно что поверхованы жрицы а говорится о том что начните что-либо да то есть не что-то конкретное а начните что-либо то что вот вы чувствуете что нужно сделать в этом направлении что-то такое маленькое попажу кубков... но но то, что вас будет понемножку наполнять, то есть то истощение эмоциональное, которое вы чувствуете, вы не сможете его наполнить разом, вы сможете его по капле, то есть вот этот кубок свой вы сможете наполнять по капле, капля за каплей вы наполнитесь внутри, но для этого вам нужно сделать хоть что-то, чтобы первая капля уже упала в этот ваш кубок, и конкретно вам здесь не говорят, что именно конкретно это должно быть, но вам уже нужно совершать какие-то действия, я понимаю, что я говорю сейчас абстрактно, но карты вот именно так абстрактно и показывают, то есть иногда не говорят конкретные действия, которые нужно совершить, А говорят о том, что хоть начни что-то делать, вот к чему-то проявить какой-то интерес четверка мечей, выйти из этого состояния, когда вообще я ничего не делаю, элементарно выйдите на улицу, выйдите на улицу и посмотрите на солнышко, если оно есть в вашем регионе, в вашем городе, и просто насладитесь первыми лучами элементарно, возможно, вот вы вышли на улицу и встретили какого-то интересного человека, у вас завязался разговор, вы получили первые эмоции, маленький-маленький шаг, но вы что-то сделали, вы вышли, здесь не важно что, здесь нужно чем-то заинтересовать себя, либо сделать какой-то первый шаг, что это может быть за первый шаг, но вот восьмерка кубка говорит о том, что нужно начать двигаться, то есть здесь не важно в каком направлении вы двигаетесь, восьмерка кубков не говорит к чему она идет, потому что в любой восьмерке кубков изображены впереди человека горы, причем он идет голый, он идет обнаженный, если она оставляет свой опыт полностью позади, одежда это наш опыт, он идет с чистыми намерениями, что я просто хочу двигаться дальше, вот у меня есть вот это намерение, вам, чтобы выйти из вашего состояния, нужно иметь вот это чистое намерение, что значит чистое, это значит без каких-либо ожиданий того, как оно реализуется, у меня просто есть намерение двигаться дальше, я хочу выйти из этого состояния бездействия и некой такой опустошенности, в которой я нахожусь, то есть я оставляю вот эти вот восьмерки кубков, да, восемь кубков позади, впереди я понимаю, что будет трудно, сложно, потому что здесь горы, но человек все равно двигается дальше, то есть не важно куда вы идете, важно просто совершить первый шаг, дальше дорога появится, выпадает король жезлов, дальше у вас появляется энергия, то есть это элементарно, начните что-то делать, возьмите какую-то книгу, почитайте, которую вы когда-то возможно хотели, но не было времени, возможно в этой книге вы что-то начнете заново чувствовать, возможно получите какую-то новую информацию, даже это элементарно, если это какой-то там роман, либо это какая-то фантастика, это все равно при прочтении напоминает, наполняет вас уже некими такими эмоциями, возможно вы захотите, поинтересуетесь, там я не знаю, жизнью этого автора, будете дальше искать, то есть одно приведет к другому, то есть все будет последовательно, но если вы с чего-то не начнете, вы никогда ни к чему и не придете, здесь речь идет об этом, что-то еще нужно сказать здесь, вот у скупков вы получаете вот эту свою наполненность, которая эмоционально вам нужна, которая поможет вам выйти из вашего лабиринта, это ловушка вашего ума, которая говорит о том, что меня ничего не наполняет, мне ничего не интересно, я ничего не хочу, так считает ум, душа, которая воплощается ради получения любого опыта, то есть ей абсолютно, это как знаете, я не знаю, человек, который жил все время на каком-то острове, и питался, я не знаю, гусеницами и муравьями, он попадает в какую-то цивилизованную, допустим, страну, и ему предлагают разные блюда, там есть шоколад, который он никогда не ел, возможно не пил, я не знаю, какой-нибудь салат, макароны те же самые, у него глаза разбегаются, он не знает, что выбрать, потому что он никогда этого не ел в своей жизни, ему интересно это попробовать, вот так же и душа, то есть я абсолютно все равно, какой опыт, так же как человек пробует, когда он что-то ест, дегустирует, ему абсолютно все равно, ему хочется попробовать, вот здесь вот это намерение, вот с этим намерением вам нужно выйти, как говорится, к миру и сказать, наполни меня, мне нужны эмоции, вам же все равно, эмоции от чего это будут, это будут эмоции от какой-то новой встречи, либо эмоции от проживания, просматривания прекрасного какого-нибудь фильма, интересного, который не только подарит вам переживания, да, а возможно вас обогатит на какие-то новые мысли, новые открытия, то есть суть не в этом, суть в том, что то, что у вас есть, оно вам уже приелось, и если сказать человеку, иди ищи новое, паркану шуту, он не будет понимать, потому что, что это новое, потому что здесь шуту, он идет с оглядкой на лес, на те трудности, с которыми он прожил, и он даже не замечает, что впереди него обрыв, его нужно развернуть, как его развернуть, неважно к чему, чем вы будете заниматься, что-то новое впустите в свою жизнь, новое в контексте того, что вот вы, допустим, не делали вчера, либо не делали неделю назад, либо возможно то, что вы когда-то хотели в детстве, дайте себе возможность, тогда вы не могли, вы были ребенком, не знаю, что вы хотели, например, там хотели какую-то куклу купить, не было у родителей возможности, купите эту куклу, кто-то может сказать, нафига она мне нужна сейчас, да просто купите, какая разница, вы же не знаете, возможно, взяв эту куклу в руки, там, не знаю, у вас проснется какой-нибудь материнский инстинкт, Либо появится какое-то желание, не знаю, шить какую-то одежду для этой куклы, какое-то свое видение, что-то ей связать, подстричь ей волосы. Может быть, благодаря этому у вас появится какое-то новое хобби. Мы же не знаем. Но дайте себе возможность сделать первый шаг. Здесь об этом идет речь. Такое ощущение, что я извиняюсь, если я повысила немножко тон своего голоса, потому что у меня такое ощущение, что как будто бы немножко как нравоучение было до некой такой училки. Ни в коем случае не хочу такой быть. Поэтому извиняюсь, если это так было слышно. Позиция номер три. Зелененький камешек, троечки. О чем здесь нам говорит поток ваш? Аркан умеренности. Шестерка мечей. Девятка кубков. Хочу идти вперед, получать удовольствие по жизни, но при этом не знаю, как совместить и то, и другое. Спрашиваю, что вы хотите совместить? Вы хотите совместить какое-то новое начало? С одной стороны. А с другой стороны, вот это, знаете, спокойствие, уравновешивание, уравновешивание вашего состояния. То есть такое гармоничное состояние. Здесь речь идет о том, что, знаете, с одной стороны, я не хочу, как это сказать, я хочу, скорее всего, пойти в новое. Но каждое новое, оно вызывает вот какой-то трепет, какое-то волнение, предвкушение. Вот я вот этого не хочу. То есть я хочу идти в новое, но я хочу идти в состояние таком спокойном, что все будет хорошо. То есть я не хочу как-то переживать, я не хочу сомневаться, я не хочу волноваться. Я не хочу быть неуверенным. Я не хочу как-то оценивать свои способности, получится, не получится. То есть я хочу идти в новое, но я хочу идти в спокойном состоянии. Вот здесь об этом идет речь. Я хочу, чтобы это новое приносило мне удовольствие. Я не хочу, что... А чего вы не хотите, чтобы оно давало вам? Да, то есть чего вы тут избегаете? Вот вы не хотите, как будто бы, знаете, какие-то чрезмерных эмоций. Вы хотите, чтобы вам было хорошо, но не хотите, смотрите, тройки кубков и четверки жезлов. То есть вы не хотите каких-то таких ярких переживаний. Не знаю, может быть, встреч с какими-то новыми людьми, да. Может быть, заново как-то вот выстраивать коммуникацию, общение, заново узнавать человека. Вот вы не хотите заново проходить какой-то опыт, да. То есть уже здесь как будто бы закрыли, да, по аркану суду. Я, по-моему, в прошлом, что ли, раскладе говорила. В каком-то из раскладов я уже говорила здесь, что у тройки есть высший суд, да, как очищение. У вас такое ощущение, что вы не хотите заново проходить этот опыт, который вы уже как-то проходили. Вы хотите по-новому пойти в это новое. Знаете, чтобы это новое, оно было как будто бы в вашей жизни на постоянной основе, но это было как будто бы для вас естественно. То есть, я не знаю, какие-то новые начинания. То есть, если это новое знакомство, окей, ровно, спокойно познакомимся, да, приятный человек, да, будем продолжать общение. Пошли на новую работу, да, что я должен сделать, какие мои там обязанности, да, получили указания, начали работать. Чтобы не было вот этих вот, знаете, как будто бы какие-то циклы повторные, вы их хотите избежать. То есть, они как будто бы вам уже лишние, вы эти уроки уже прошли. Окей, а как вы хотите? Десятка кубков и дьявол, да. Вы хотите быть, не знаю, вы хотите быть наполненным, хотите быть счастливым, да. То есть, я вот не хочу это сказать. Не то, что вот вы трудности избегаете, а здесь такое ощущение, что вы уже не хотите проходить одни и те же уроки. И уже такое ощущение, что, блин, я уже могу диссертацию писать на эту тему, что вот уже настолько все избито, изучено, что нафига мне это все проходить. Вот хочу, хочу по-другому, чтобы вот сразу было успех. Чтобы сразу была десятка кубков и дьявол. Здесь смотрите, как выпадает интересно, да, Паша Мечей, Аркан Смерти и Туз Мечей. Говорят о том, что вы сразу хотите, как будто, знаете, вот перепрыгнуть какой-то этап, да, чтобы не было как-то вот поступательно, а вы сразу хотите пройти какую-то трансформацию и принять уже необходимое для вас решение. То есть, я избегаю вот этот вот именно начальный этап. То есть, если это какое-то знакомство, да, вот когда ты узнаешь, когда ты начинаешь рассказывать, чем ты занимаешься, сколько тебе лета, есть ли у тебя семья, кем ты работаешь. То есть, вот это вот как будто бы, знаете, хочется избежать, потому что оно уже надоело. У меня такое чувство, да, что мне это уже все надоело. Давай уже сразу перейдем на тот этап, когда мы уже на берегу договариваемся. Я вот этот и вот это и все. То есть, вот здесь какая-то такая энергия. То есть, давай уже заниматься теми делами, папажу педагли, да, которые будут интересны мне. Что это за дела, которые интересны вам? Четверка педагли. То, что вы уже хорошо знаете, то, что вы уже прожили. То, в чем, знаете, хочется сказать, в том, в чем вы уже разбираетесь. Интересный момент. Подытоживаю, скажу, вы хотите пойти в новое, но при этом, чтобы этого нового, как будто бы, вот именно нового, как нового, как такового не было. Чтобы это был уже какой-то этап просто к его завершению. Когда уже, знаете, вот все познакомились, уже все есть. Вот, все, начинаем работать, зарабатывать деньги. Уже общение на какой-то постоянной основе. Что мне нравится? То есть, я не совсем понимаю, как можно пойти в новое, но при этом вот как-то перепрыгнуть именно начальный этап, да. То есть, если, допустим, в этом периоде там есть три этапа, либо четыре. Вот первое, именно самое начинание, когда есть вот эти вот эмоциональные переживания, они вас напрягают. Что именно вас напрягает? Вам вот это не нравится. Что именно вас напрягает? Аркан повешенного, что вы чувствуете себя, как будто бы, знаете, не знаю, каким-то вот беспомощным человеком, да. Что заставляет вас искать внутри себя какие-то силы. Почему вы чувствуете себя вот каким-то вот беспомощным, знаете, жертвой какой-то? Есть какой-то обман, в чем именно, не могу понять. Обман, смотрите, я поняла. Обман ваш заключается в том, что у вас есть ощущение, что все этапы, они цикличны. А если они цикличны, значит, они повторяются и в эмоциях. То есть, если вот этот вот начальный этап, допустим, знакомства с людьми, то он один и тот же. Что это значит? То есть, как будто бы есть некая такая модель, когда вам кажется, что люди вот только вот по этой модели поведения, да, начинают знакомиться, что вот как будто бы другой модели нет. И вам это неинтересно. То есть, вы как будто бы изначально выносите некий такой приговор к началу чего-либо. Это может быть общение, работы, все такое. Вы на это начало проецируете свое представление, что оно бывает только так. И как-то по-другому его не бывает. А так как оно было у вас ранее, то есть то, что вы проецируете, вам это не нравится. Поэтому здесь такое ощущение, что я хочу это перепрыгнуть. Типа, а, да, я уже это знаю, мы это уже проходили, там по-другому не может быть. И когда вы так говорите, вам вселенная это и отображает. И поэтому вы получаете подтверждение тому, во что вы верите. Но если вы сказали бы, что нет, в этот раз будет по-другому. И искали бы подтверждение, именно искали подтверждение того, что действительно идет все по-другому, вам бы вселенная это и отзеркалила. У вас было бы по-другому вот это вот начинание. То есть здесь есть, выпали великие арканы, то есть солнце, сила, стойкость, аэрофант, говорящий о том, что вот обман, он заключается в том, что я чувствую себя беспомощным. Почему? Потому что есть какое-то вот это вот ошибочное мировоззрение по аэрофанту. То есть какая-то ваша истина, которая идет из прошлого шестерки кубков. Что любое начало по тузу жезлов, оно именно вот только так бывает. И никак по-другому. И вот это вот вам приносит дискомфорт. Вам надо в своей голове понять одну такую вещь, что вселенная дает, то есть понимаете, вселенной выгодно, она тоже работает на энергосберегательном, так скажем, режиме. То есть ей невыгодно тратить много энергии. Поэтому сопротивление, да, любое сопротивление, ей тоже невыгодно, условно говоря, если так можно сказать. Поэтому ей проще дать то, что вы хотите. В контексте чего? В контексте того, что вы заявляете. То есть если вы говорите, что любое новое начинание – это трудности, это сложности, это эмоциональные переживания, она не будет с вами сопротивляться. Вселенная не будет вам как-то доказывать что-то другое, потому что это будет забирать много энергии. Она скажет, окей. Так, как ты скажешь, да, как эта золотая рыбка, да, Пушкина. Не хочу быть столбовой дворянкой, да, а хочу быть еще кем-то. Золотая рыбка говорит, ну окей, иди домой, старик, ты это получишь. Вот здесь примерно то же самое. Ваша золотая рыбка говорит, а что ты веришь? Ты веришь, что будет сложно? Да, окей, так оно и есть. И ваш мозг, вот в этом и есть ловушка, семерка мечей, говорит о том, что ну вот, я же говорил, что сложно будет, да. Вот, видишь, вот доказательства. Так эти доказательства, почему появились в вашей жизни? Потому что вы в это поверили, по иерофанту. Измените свою веру, измените то, какое у вас есть представление о вашей жизни. Потому что здесь аркан стойкости говорит о том, что нужно укротить свои страхи, опираясь на то, что есть внутри вас. Внутри вас есть, я не знаю, какое-то нужно найти убеждение, не знаю, к примеру, что мир заботится обо мне, да. Либо я всегда получаю то, во что я верю. Найдите в себе вот эту вот какую-то мантру, да, какой-то девиз, на что вы будете опираться. И в любых ситуациях себе это проговаривайте. И научите свой мозг замечать именно это. И со временем вы увидите, что именно так будет получаться. потому что сейчас вы на это как будто бы не обращаете внимания, но вот этот вот ваш сценарий, он управляет вашей реальностью, да. То есть и сценарий, который говорит о том, что вот эти вот новые начинания, они болезненные, они неприятные. Почему они неприятные? Потому что луна и ту спиндакли. Потому что есть вот какая-то иллюзия в плане того, что это начинание. На самом деле это не начинание. На самом деле это, допустим, повтор какой-то, да. То есть, либо это невозможность. Это невозможность. Это даже какие-то перспективы, да, о которых вы там мечтаете, либо ставите себе как цель, либо надеетесь, они всегда приводят к восьмерке мечей. К тому, что это не сможет реализоваться, да. К тому, что я столкнусь с какими-то трудностями, сложностями, и это нереально. Вот вы в это верите, и вы это получаете. Здесь об этом говорит поток. Задумайтесь. Вот. Как-то так. Что-то я к последним позициям уже стала более такая училка-училка. Думаю, каким барканом вам перекрыть расклад. Так, это была третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание, за то, что вы меня слушаете, за то, что меня комментируете, лайкаете мне. Это приятно. Я с огромным удовольствием всегда делаю для вас расклады. Мне нравится с вами делиться, мне нравится делать расклады. Плюс ко всему, мне нравится это состояние, в котором я нахожусь. Не знаю, наверное, люди, которые далеки от Таро, именно от интуитивной считки. Я не знаю, как себя ощущают люди, которые читают Таро по ключевым словам, ну, то есть, которые очень много думают. Когда я читаю, вот именно в потоке, интуитивно, мне очень нравится это состояние, потому что, не знаю, я это все проживаю через себя, и какие-то моменты приятные, какие-то моменты неприятные. Это, знаете, очень напоминает, как игра в театре. Не в кино, а именно в театре, когда живая публика, и ты должна проиграть роль настолько хорошо, как это, достоверно, чтобы зрители поверили в то, во что они видят на сцене, чтобы это не было какой-то фальшивой игры, чтобы это было настоящее. Вот у меня такое ощущение, что когда я делаю рассказы, что я действительно проживаю вот эти вот состояния, которые я вижу, да. И вот, слушай, я сказала вторую позицию, что я себя почувствовала, как будто бы какая-то училка, которая вот действительно занимается нравоучением. Это действительно было так, да. Но не потому что мне так хочется, то есть это мое эго выбирает, а просто потому что я проживаю какие-то там состояния, да, когда начинаешь что-то рассказывать, видеть, чувствовать. Это настолько многогранно, что, я не знаю, как-то словами сложно объяснить. Может быть, кто занимается медитацией, вот как-то это понимает, либо как-то воображением, да, у кого очень ярко выражено воображение. Они могут понять вот это вот состояние. Поэтому, когда я делаю расклады, я на своем канале, я получаю колоссальное удовольствие. Не только потому, что я это делаю для вас, да, а потому что мне нравится само этот процесс. Именно, не знаю, ответа на вопросы. И в завершение хочу сказать такой тоже момент. Это, знаете, как говорят, сапожник без сапог. Просто кто-то недавно мне в комментариях написал о том, что, да, Елене, мы забываем, что вы можете получать ответы через Таро. Скажу такой секрет, что в своей жизни я для себя не делаю расклады. То есть, когда мне нужно принять какое-то решение, либо что-то узнать, я не делаю для себя расклады. Расклады я делаю только исключительно в профессиональном ключе. Для себя, когда мне нужно принять какое-то решение, либо что-то сделать, я как-то опираюсь больше на свою интуицию. Скорее всего, так или иначе, в раскладах я опираюсь на нее. И могу сказать, даже поделиться с вами больше, и сказать, что чаще всего я свою интуицию не слушаю. А потом, конечно же, всегда смеюсь и говорю, ну, конечно же, сапожник без сапог. Мне моя интуиция говорила, не надо туда ходить, не надо этого делать. Ничего я ее не послушала. И причем я говорю это так каждый раз. И каждый раз сталкиваюсь с тем, что я никогда себя не слушаю и все время наступаю на одни и те же грабли. Вот. И причем даже, когда надо принять какое-то решение, я понимаю, что вот надо поступить так, а я не послушаю. Сейчас свою интуицию 100%, поступлю по-другому, а потом буду сожалеть. Но все равно это делать. Не знаю, возможно, я так устроена, и мне... Из-за этого я сталкиваюсь с уроками, но любые уроки я все равно вижу в позитивном ключе, да, то есть они меня чему-то учат. Опять-таки, возможно, у меня есть убеждение, что если все было так идеально, да, то где когда тогда учиться? Вот. Либо через что учиться? Ну, это безусловно. Убеждение, вот это к тому, что насколько бы мне не нравилось, не нравилось бы делать расклады, ну, то есть мне нравится это делать, я в своей личной жизни карты в руки не беру. Вот. Но вхожу в то же самое состояние, что и без карт. Наверное, поэтому и не беру. Вот. Вот такой был у меня для вас расклад. Всем желаю отличного настроения, побольше улыбок, побольше позитива. Помните, что мы сами создаем свою жизнь, мы сами создаем себя. И во что мы верим, то мы и получаем. Поэтому создавайте побольше позитива в своей жизни, чтобы побольше хороших новостей случалось в вашей жизни, и побольше улыбок были на лицах людей, которые окружают вас. А я с вами прощаюсь до следующего расклада. Не забывайте, что на этой неделе, наверное, будет прямой эфир. Не пропустите анонс в разделе сообщества на главной странице моего канала. Вот. И чтобы это не пропустить, нажимайте на колокольчик под этим видео и выберите все оповещения. Не просто нажать, но еще и выбрать все оповещения. Тогда вы будете получать оповещения и о том, что я пишу в разделе сообщества. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok